Мы приехали на Рабочую площадь по просьбе наших читателей, жильцов, находящихся рядом домов. Они позвонили и сообщили, у них снимают хороший асфальт, который положили каких-то два года назад. 19 числа позавчера, уже половина четвертого вечера, подъехала маленькая машинка, весь разрушила нам асфальт, срезала за три секунды, поехала там кусками в Одницком доме. Она бы и дальше расковыряла, но там стояла скорая помощь. Новый хороший асфальт нам положили, нам выложили весь двор. Никто, ничего, без объяснений, представители все куда-то испарились, звоните в администрацию. Звоним в администрацию, нам говорят, мы ничего не знаем, 26 дом, здесь как бы по вашей работе не предусмотрены. Перезвоните через полчаса. Я говорю, они лучше подойти вам, потому что здесь толпа людей возмущенных. Это, говорю, благоустройство, лучше благоустроили за 11 лет детскую площадку. Она в бомжовском состоянии. Он мне говорит, это проблемные, запланированные, проблемные ямки. Я говорю, у нас новый асфальт, какие ямки? Ни представителя, ни документов, ничего мы не добились. Так в администрации его зовут Игорь, потому что его звали Игорь. Слышала секретарша. Он бросил в итоге трубку. Все, возмущению нет предела. Что делать нам? Что от ЖКХ требовать, когда администрация вот так поступает? А вот через дорогу, рабочая площадь, там ямище, там двор бомжовский. Между тем, в 100 метрах на улице Крупской 2 асфальт действительно нужен. Но его здесь нет. Здесь плохой асфальт. Одни лужи. Наш двор по улице Крупской 2. Вот видите, в каком плачевном состоянии. Большое количество ям, которые, в принципе, никогда не прекращались. Эти ямы, они постоянно у нас. Въезд во двор вообще невозможен из-за таких вот глубоких ям. Постоянно стоят лужи. Обидно, что напротив дом по улице Рабочая площадь 8 вчера или там позавчера приходили менять новый асфальт, а к нам даже не зашли. Несмотря на то, что мы находимся в 100 метрах от этого дома, вот мы оказались как бы... Нас посчитали, что у нас все хорошо.